Доброе утро, друзья. Я рад приветствовать вас на нашем вебинаре. Меня зовут Сергей Кулешов. Я извиняюсь за небольшую 5-минутную технологическую задержку. Надеюсь, что никто не разбежался за эти 5 минут. Итак, сегодня у нас с вами вебинар, посвященный инструментам для повышения продаж в интернет-магазине. Будем рассматривать, какие инструменты вообще в платформе Bittrex для этого существуют. Попробуем с ними поработать. В большинстве своем это будет, можно даже сказать, мастер-класс, то есть буду показывать все вживую. И, соответственно, вы можете задавать вопросы, попробуем порешать какие-то кейсы и так далее. Прежде чем мы начнем, прежде чем приступим непосредственно к самой теме вопроса, несколько организационных моментов. Если вдруг сейчас по каким-то причинам у вас нет звука, то, собственно говоря, можно попробовать разобраться с интерфейсом. Вот в данном случае есть краткая инструкция, хотя я вот смотрю, у меня, например, интерфейс уже обновился, хотя у меня Mac, не знаю, что происходит на Windows, если он тоже обновился, и у меня картинка немножко не соответствует реальности, вы мне напишите, я обязательно попрошу коллег новый скриншотик сделать с Windows, чтобы было более актуально. Значит, если в процессе вебинара вдруг что-то происходит со звуком, он по каким-то причинам отключается и начинает тормозить или еще что-то, то и там явно что-то прервалось, вы можете попробовать переподключиться по той же самой ссылочке, которая будет... которая была у вас в письме рассылки, точно так же всю процедуру подключения к вебинару заново произвести. Скажем так, в 99% случаев это помогает. Следите, если что-то случилось, опять же, с трансляцией, за своим подключением к интернету, иногда Wi-Fi глюч, иногда у провайдера что-то случается и так далее. У меня на всякий случай есть резервный канал, если вдруг у нас что-то произойдет на нашей стороне, то тоже не торопитесь разбегаться, обычно в течение 1-2 минут резервный канал запускается, и мы сможем продолжить трансляцию, так что не переживайте. Также сразу же про вопросы. В интерфейсе у вас есть закладочка questions, в нее вы можете задавать мне вопросы в процессе, я буду периодически смотреть в эту закладочку для того, чтобы отвечать на вопросы, видеть ваши комментарии и так далее. И сейчас для того, чтобы протестировать эту историю, я прошу вас написать мне туда плюсик, минусик, да, хорошо слышно, чтобы подтвердить, что все в порядке с трансляцией, вы прекрасно меня слышите, хорошо видите мой экран, ну и в общем все такое. Можете просто пожелать доброго утра мне и всем сегодняшним слушателям. Так, что ж, спасибо, да, я вижу, что мне приходят плюсики, спасибо за это, да, вам тоже доброе утро. И последний, наверное, такой организационный момент касательно трансляции нашей, это то, что она записывается. Запись уже включена, она уже идет, и, соответственно, сразу после вебинара, там после небольшой конвертации видео в нужный формат, оно будет загружено на YouTube, в наш канал 1SBitrix, и, соответственно, вы после чего получите рассылочку со ссылкой на этот вебинар. Так, ну, нам нужно немножко разобраться с программой, давайте мы определимся вообще, о чем сегодня говорим. Вот это та страничка, на которой вы регистрировались на вебинар, и я напомню, что он состоит у нас сегодня из двух частей. В первой части буду я, еще раз Сергей Кулешов, компания 1SBitrix, и я буду рассказывать вам о некоторых инструментах в платформе Bitrix для интернет-магазина. Это будут триггерные рассылки, сервис персонализации Big Data, обетестирование. Мы чуть-чуть затронем мобильное приложение, я постараюсь его немножко продемонстрировать, показать, что это такое. Посмотрим, зачем нужно, что такое вообще адаптивный сайт, и как он, собственно, работает. Немножко поговорим о заказах в интернет-магазине. После меня второй частью будет выступать Андрей Пачинцев, это консультант по e-commerce компании IT-констракт, наш заслуженный партнер, золотой партнер, и очень активный, скажем так, партнер с точки зрения разработки, в том числе, интернет-магазинов. Это одна из их больших специализаций. Тоже с темой о доверии к интернет-магазину, о том, как это доверие вызвать, и, в общем, как работать со своими покупателями, повышать средний чек внутри интернет-магазина. Тоже весьма любопытный кусочек. Мы постараемся, вот у меня заявлено полтора часа на, собственно говоря, демонстрацию. Если честно, я всегда стараюсь чуть покороче. Не всегда получается. Все зависит, на самом деле, будет зависеть от вашей активности, то есть от того, сколько вопросов вы будете задавать, ну и как долго мне придется на них отвечать. Наверное, так. Однако именно я ценю вебинары тем, что это полнейший интерактив, то есть вы можете смело задать вопрос, мы будем рассматривать его решение непосредственно с нашими остальными участниками, и, в общем, можем довольно любопытные вопросы порассматривать. Так, у меня есть еще две к вам просьбы. Во-первых, я хотел бы получить от вас некий фидбэк о том, кого вы представляете, да, то есть что за сфера бизнеса, да, если это интернет-магазин, то чем вы торгуете. Если вы только собираетесь открывать интернет-магазин, тоже об этом расскажите. Закладочки «Questions». Вот, я там самый, наверное, интересный момент, наверное, озвучу, вот, чтобы примерно понимать, с какой аудиторией мы сегодня работаем. Тем более, что наша аудитория не очень большая, чуть больше 30 человек. Пока. Я надеюсь, что к нам еще сегодня добавятся слушатели. И у меня была задумка еще одного любопытного, скажем так, эксперимента и интерактивчика. Раз уж мы с вами сегодня говорим о повышении продаж интернет-магазина, то почему бы нам не посмотреть на хорошие или не очень хорошие примеры? Если вы знаете, вернее так, если у вас есть работающий интернет-магазин, и вы готовы поделиться кейсом своим с точки зрения обработки интернет-заказов и вообще взаимодействия с клиентом, то мы можем с вами устроить некоторый интерактив. Вы в качестве эксперимента присылаете мне интернет, адрес вашего интернет-магазина, и мы в прямом эфире сделаем заказ. Более того, я даже готов в прямом эфире поговорить непосредственно с менеджером для того, чтобы послушать, как, собственно говоря, происходит. Мы посмотрим на юзабилити магазина, посмотрим, что там как происходит. Я дам какие-то комментарии, Андрей мне поможет дать комментарии относительно там, как консультант по e-commerce. И мы сделаем заказ в прямом эфире, попробуем поговорить с менеджером. Единственное условие, которым бы я хотел ограничить этот эксперимент, это то, что перезванивать по заказу будете не вы, кто слушает сейчас, а желательно, чтобы это был реальный боевой менеджер интернет-магазина. Если вы один занимаетесь магазином и будете перезванировать, это будет, наверное, не очень чистый эксперимент. Поэтому, если вдруг кто-то из вас хочет попробовать поучаствовать в такой штуке, то присылайте адрес, мы попробуем это организовать. Ну что ж, давайте пойдем потихоньку дальше. Вообще, говоря о повышении продаж, эта тема стала популярной не так давно. Наверное, мы уже больше 10 лет занимаемся интернет-магазинами. Наверное, в последние два года это стало действительно очень актуально. Почему? Потому что рынок доступа в интернет практически перестал расти. То есть, грубо говоря, сейчас в интернете, в Рунете, на том рынке, где мы с вами работаем, на самом деле рост практически затормозился. Речь идет о количестве новых, грубо говоря, абонентов, о количестве потенциальных клиентов, которые подключились к интернету. Как говорится, для того, чтобы расти на растущем рынке, особо усилий предпринимать на самом деле не нужно. Когда был бум интернет-торговли, и все потихоньку, да, переходили, иногда это было даже не потихоньку, а очень резко, ну, в общем, заработать было довольно легко. Именно, наверное, начало, да, растущий рынок, очень много было экспериментов, очень много людей стартовали с очень простенькими интернет-магазинами. И вот это наследие не очень хороших интернет-магазинов, а иногда просто откровенно ужасных интернет-магазинов, оно еще нас потихоньку догоняет. То есть я там очень активный покупатель в интернете сам, и у меня есть там опыт взаимодействия как с очень хорошими интернет-магазинами, как с прекрасным сервисом, прекрасным юзабилити-сайтом, так и опыт с работы с очень плохими интернет-магазинами. Но иногда выбора нет, да, и когда ты покупаешь какой-то уникальный товар или цена в этом магазине, ну, просто там невероятно ниже, да, то, конечно, приходится взаимодействовать и с такими магазинами, хотя, честно говоря, стараюсь делать это реже, скажем так. Однако такие магазины есть, и сейчас все больше наших клиентов, собственно говоря, задумываются и спрашивают о том, а как же, собственно говоря, работать с текущей базой. Ну, то есть, грубо говоря, у меня есть некая посещаемость, кто-то уже смог выгрести весь контекст по своим словам, кто-то не может выгрести там по каким-то финансовым соображениям, потому что там покупать, там, выкупить весь контекст, да, это просто невероятно дорого, что там приведет бизнес там в убыточное состояние и так далее. То есть, грубо говоря, очень часто мы слышим, что текущие инструменты, доступные на данный момент, по факту исчерпаны. Ну, то есть, грубо говоря, да, мы работаем, мы в плюсе, у нас маржинальность, мы потихонечку растем, но всегда хочется большего. Какие инструменты внутри магазина можно использовать для того, чтобы увеличить свои продажи, для того, чтобы поднять конверсию, для того, чтобы увеличить средний чек, для того, чтобы в целом обрабатывать там свою базу повторно и так далее. Именно поэтому буквально последние пару, тройку лет мы были сосредоточены на том, чтобы выпускать функционал именно для повышения конверсии и повышения продаж в интернет-магазине. Ох, у меня тут еще есть слайдик по поводу того, что вообще происходит в e-commerce. Ну, это, наверное, в дополнении того, что особенно сейчас, вот в 16-м году, скорость роста вообще заказов в интернет-магазине и по выручке тоже сокращается. То есть, если мы с вами, нет у меня сейчас этого слайдика, если мы с вами там последние 4 года росли где-то примерно на 30%, мы с вами имеем в виду вообще отрасль интернет-торговли в России, то вот в 15-м году рост был уже 16%. Это неплохо, это хороший рост. То есть, это не отрицательно, это не падение. Но рост замедляется. Я думаю, что в 16-м году он будет примерно на том же уровне, ну, может быть, чуть-чуть больше. Так, собственно говоря, про какие инструменты мы сегодня поговорим. Хватит уже этих вступлений. Будем говорить с вами про инструменты и смотреть все это вживую в реальных магазинах. В реальном, конечно, не в реальном, а в демонстрационном магазине, но, по крайней мере, вживую. Итак, мы с вами поговорим о персонализации, о том, как предложить покупателю то, что его действительно интересует прямо сразу, прямо на первой странице, которую он посетил. Как персонализация еще и про то, как дополнить существующий товар другими соответствующими там дополнительными товарами, или которые выбирают вместе с этим, или которые покупают с этим и так далее, на основе внутренней аналитики магазина или аналитики по всему рынку. Мы с вами поговорим про АБ-тестирование. Это про инструмент, который поможет принимать правильные решения при усовершенствовании своего интернет-магазина, который поможет выбрать, какой из вариантов усовершенствования будет лучше, независимо от того, какое это усовершенствование. Цвет вы хотите поменять или дизайн в целом сменить, или просто переформатировать главную страницу, или страницу карточки товара и так далее. Любые изменения в интернет-магазине, работающем в интернет-магазине, живом, который приносит деньги, могут быть критичными. Поэтому имеет смысл проверять их на живой аудитории, а не только на своих собственных умозаключениях. Мы поговорим о e-mail-маркетинге. Это рассылки и триггерные рассылки. Пожалуйста, сосредоточимся сегодня на триггере, потому что обычные рассылки, в общем, инструмент довольно простой. Конечно, у нас будет и про каталог, соответственно, скидки, спецпредложения, подарки. И немножко мы с вами еще, наверное, затронем саму систему заказов, для того, чтобы посмотреть, какие инструменты там у нас есть, для, опять же, хорошего, качественного взаимодействия с нашим клиентом. Ну что же, давайте, наверное, потихоньку двигаться к живым всяким историям. Вот я смотрю, Максим спрашивает, можно ли предложить свой вариант увеличения интернет-продаж? Да, конечно, можно. Я буду рад с вами подискутировать. Я надеюсь, что нашим, в общем, слушателям это будет любопытно. Так, я сейчас вижу... Сейчас, секундочку, я вот сделаю такую вещь, как открою себе вопросики. Да, и часто задают вопрос, почему же не видно вам всех вопросов. Да, их все не видно, видно только те, на которые я отвечаю письменно. Я буду стараться озвучивать все. Еще раз говорю, нас сегодня не очень много, поэтому, в общем, это вполне себе получится. Так, 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 так. Ну что же, поехали. Начнем мы с персонализации. Вообще, что такое персонализация? В нашем понимании, это некий облачный сервис, который может порекомендовать вашему посетителю какой-то товар. Причем порекомендовать он может это на основании разных совершенно данных. Наверное, основная ценность скрыта в персонализации, именно в персональной рекомендации на основе интереса вашего пользователя. То есть, грубо говоря, вы знаете, что у нас на Битриксе сделано огромное количество интернет-магазинов. Их там больше, по-моему, 30 с чем-то тысяч. Сейчас я уже точную цифру не помню. Но их очень много. И большая часть из них, в общем, подключена к сервису персонализации, так или иначе. И мы можем получать абсолютно деперсонализированную, кстати, то есть совершенно не персональную информацию о каждом посетителе и определять его интерес к тем или иным товарам. И, грубо говоря, приходит на ваш сайт некий человек. Наш сервис может прямо с первого его хита, то есть с первого открытия страницы, предложить ему что-то. Потому что этот человек похож на людей, которые интересовались в вашем магазине определенным товаром. То есть, грубо говоря, мы на основе глобальной статистики можем определять схожесть интересов людей. Это, на самом деле, довольно сложная математика, но она дает поразительный эффект. Грубо говоря, чем там популярнее товар в интернете, тем, соответственно, более точные рекомендации будут. Чем он там менее популярный, тем рекомендация будет там слабее. Но в целом, выстраивая за счет математической модели определенный набор рекомендаций, наш сервис угадывает там в 20-30% случаев. Это, в принципе, достаточно для того, чтобы просто увеличить продажи или средний чек интернет-магазина, в некоторых случаях от 5 до 40%. Разная совершенно статистика к нам поступает на этот счет, но в большинстве случаев это именно прирост, увеличение продаж. Самое главное, наверное, здесь, что это ничего не стоит. То есть, грубо говоря, вы просто ставите себе этот модуль, устанавливаете на своей страничке модуль персонализации, и он просто начинает рекомендовать по какому-то своему хитрому алгоритму, скрытому в серверных мощностях наших дата-центров, персональную рекомендацию для каждого конкретного вашего посетителя индивидуально. При этом он также умеет рекомендовать, подбирать товары по принципу некоторого соответствия. Давайте мы с вами вот что сделаем. У меня есть вот такой интернет-магазинчик. Это, в общем-то, наш стандартный интернет-магазин, который буквально вчера установил при подготовке к сегодняшнему вебинару. Вчера установил на свой локальный компьютер. Это обычный интернет-магазин, но у нас идет интернет-магазин одежды. Ну, в общем, мы постарались его сделать максимально универсальным, и действительно, на нем можно продавать практически все, что угодно. Он у нас сделан, в общем-то, для того, чтобы вы могли там либо быстро запустить продажи, либо для того, чтобы мы могли продемонстрировать вам все возможности, собственно, интернет-магазина. Именно на нем мы сегодня будем с вами смотреть и изучать различные возможности. И, собственно говоря, он у нас будет площадкой для мастер-класса. На самом деле мы тут много всего для повышения продаж придумываем. Да, у нас есть там уже готовая подписка на рассылки, например. У нас есть там вот слайдер-баннер рекламный, который включает в себя и картинки, и видео, и так далее. У нас есть разнообразные блоки вывода товаров. Как сейчас, например, выведены тренды сезона. Ну, названы они тренды сезона, на самом деле это просто некий набор товаров. Есть вот разнообразные там блоки новостные или просто сообщающие там какие-то важную информацию. Вот информация полезная, там вставка из Твиттера, например, ну и так далее. Довольно хорошо продуманное меню с точки зрения ориентации в пространстве этого, что, собственно говоря, в магазине продается и как это все выглядит. Ну и так далее. То есть сам каталог, быстрый поиск. Как видите, у нас прекрасные фоновые картинки могут отображаться, если соответствующая настройка есть. Быстрый поиск товаров по фильтру, там, например, отобрать. Вот сразу видно, что один товар будет синего цвета. И вот, собственно говоря, он. Ну и так далее. Всякие блоки с лидерами продаж. И вот, кстати, блок персональной рекомендации. Он здесь специально так назван. На самом деле вы можете придумать себе какое-то другое название. Но суть в том, что этот блок автоматически, как вы видели, я зашел, он не сразу появился. Он действительно ждет некоторого ответа от нашего облачного сервиса для того, чтобы показать те товары, которые действительно интересны. Ну, в данном случае мне, как пустителю моего же магазина. Ну, здесь он мне показывает, видимо, то, что я посещал в процессе подготовки. Да, но для каждого посетителя этот блок будет абсолютно уникальным. Вы можете настраивать совершенно разные сценарии подбора товаров. Если я сейчас включу, например, режим правки, и вот он у меня опять появился, я открою настройки, собственно, компонента каталог. Это большой комплексный компонент каталог, в котором есть настройки вообще всего-всего-всего-всего. Но мне нужны персональные рекомендации. Открываю соответствующий раздел. И здесь просто галочка, собственно говоря, показывают ли эти персональные рекомендации или не показывают. Сейчас чуть-чуть расширим, чтобы было удобно. И некоторые настройки. На самом деле основная настройка, пожалуй, это тип рекомендации. Здесь их есть несколько. В данном случае сейчас выставлен тип «самые продаваемые». То есть на основе внутренней аналитики вашего интернет-магазина здесь, в этом блоке, будут выведены самые продаваемые товары. Есть, например, персональные рекомендации. Если я включу этот блок, то, соответственно, система будет забирать из нашего облачного сервиса. Есть продаваемые с этим товаром. В этом случае такие блоки размещаются на карточке товара. В этом случае система сама на основе внутренней аналитики вашего магазина подберет те товары, которые чаще всего продаются с тем, которые мы сейчас просматриваем. Продаваемые с этим товаром. Просматриваемые с этим товаром. То есть те, которые просматривают. Это будет для сравнения, например, очень актуально. Похожие товары. Вот это тоже хитрая механика. Система сама определит схожесть товаров и сделает это на стороне нашего облачного сервиса с помощью каких-то жутких математических моделей. Я как-то пытался заглянуть в эти математические истории. И, честно скажу, несмотря на высшее образование, почти ничего не понял. Но там действительно серьезная математика. А самое главное, она еще преобразована в эти программистские коды. Ох, сложно все. Но работает. И работает прекрасно. По крайней мере, ту статистику, которую умудряются собрать наши специалисты по персонали, по вот этой бигдате, в общем, говорит о том, что процент попадания очень неплохой. Можно сразу несколько совмещать. Продаваемые, просматриваемые, похожие. То есть если товаров не очень много в магазине, имеет смысл совмещать эти алгоритмы. Или, например, самые продаваемые или персональные. То есть, грубо говоря, совмещать и такие. Может быть, любая рекомендация – это просто случайный выбор товара. Такие, кстати, штуки тоже прекрасно работают. Вы удивитесь, но именно случайные, иногда там просто за счет случайного подбора товаров дают 5-10% увеличение в продаже. Так, вот, кстати, есть у нас вопрос от Алексея по поводу доверия к магазину. Алексей, я сейчас вам сразу скажу, что вопрос доверия будет рассматривать Андрей во второй части. И мне кажется, у него там очень интересные шаги в его презентации о том, собственно говоря, как это доверие повысить. Так, ну что же, мы можем настроить всячески этот блок персональных рекомендаций. Мы его настроили, вот он сейчас появится. Вот, собственно говоря, появился сейчас, не поменяли настройки. Это персональные рекомендации. И мы можем этот блок разместить в любом месте страницы. И мы с вами сейчас посмотрим, как это делается, но посмотрим это уже на примере следующего инструмента. Следующий инструмент, если я не ошибаюсь, так, это мы с вами уже посмотрели детально. Это ABET-тест. И вот здесь мне нужно вам, опять же, небольшую вводную дать. Вот тут вопрос сразу от Константина. Насколько эта система тормозит сайт? Вы знаете, дело в том, что эта система совсем не тормозит сайт, потому что основные сложные математические вычисления все происходят на нашей стороне. На нашей стороне это значит в наших дата-центрах, в дата-центрах компании 1S Bittrex, на мощнейших компьютерах. И, соответственно, совершенно никак не влияет на производительство вашего сайта. Поэтому вы можете спокойно устанавливать этот блок, и никаким образом он не помешает вам. Так, с какой редакции начинается, работает сервис рекомендации? Он работает, естественно, в любой магазинной редакции. То есть даже в малом бизнесе этот блок есть, его можно использовать. И, конечно же, на редакциях не магазинного характера он, пожалуй, просто не имеет смысла. Хотя ребята работают у меня над контентными историями, но это в будущем. И вот еще Константин спрашивает, можно ли узнать по определенным тематикам, есть ли достаточно объема статистики для этого сервиса. Вы знаете, к сожалению, на такой вопрос мы не сможем вам ответить, потому что данные абсолютно, как бы это сказать, деперсонализированы и неконкретны. То есть наша система на самом деле не знает, про какие интересы идет речь, не знает конкретного пользователя, который приходит. Ничего этого не знает. Она оперирует различными идентификаторами. То есть она присылает каждому покупателю или каждому товару определенный идентификатор и происходит там математика на основе именно идентификаторов. Поэтому вот для того, чтобы не иметь, грубо говоря, доступа к персональным данным, к каким-то секретным или коммерческим данным наших клиентов, мы абсолютно полностью исключаем попадание к нам, похоже, такого рода информации. Поэтому вот на этот вопрос мы просто физически не сможем, но зато, собственно, мы вызываем доверие тем, что не подсматриваем ни за кем, никому ничего там не сливаем и так далее. То есть мы оперируем другими несколькими материями, скажем так. Ну что ж, пойдем про АБ-тест. Что такое АБ-тест? На самом деле довольно простое объяснение. Вы решили, что в вашем магазине нужно что-то поменять. Ну, допустим, или у вас появилась гипотеза, что если вы измените цветовую гамму вашего сайта, то это как-то повлияет на лояльность. Кажется, что это звучит странно, но на самом деле это иногда срабатывает. То есть, грубо говоря, даже изменение просто цветовых решений на сайте может повлиять на конверсию на доли процента. Но доли процента в конверсии на самом деле это довольно существенные показатели. Если ваш магазин оборачивает до хотя бы 100 тысяч рублей в месяц, то доли процента это уже ощутимая часть выручки получится, если речь идет о конверсии. Поэтому с этим тоже можно экспериментировать. Учтите. На самом деле могут быть и другие сценарии. Вы решили сменить дизайн интернет-магазина. Вы решили, что на главной странице надо представить другие блоки или по-другому ассортировать товары. Или в детальной карточке товара переместить кнопку «Купить с одного места на другое», увеличить ее размером, изменить надпись «Не купить, а заказать» и так далее. То есть вариаций изменений в магазинах может быть довольно много. Все они обычно направлены на то, чтобы покупатель быстрее купил, гарантированнее купил, ну и вообще купил больше. Соответственно, вам нужно принять решение. Понять вот та идея, которую вы придумали, она будет способствовать соответствующей цели или не будет. Мы предлагаем этот вариант проверить с помощью АБ-теста. Почему он называется АБ? Потому что в рамках АБ-теста аудитория вашего сайта делится на две группы. Вернее, нет. Сначала она делится на участников тестирования и не участников тестирования. Вы сами определяете, какой процент ваших посетителей будет участниками АБ-теста. Например, вы можете сказать, что у меня все посетители участники АБ-теста. Это означает, что мы весь трафик вашего сайта поделим на два кусочка. Одной половинке покажем одно представление, а другой измененное представление. У нас получается группа А и группа Б. Вы можете направить не все 100%, а, например, 10% трафика. То есть если у вас там 10 тысяч посетителей в сутки, да, вы 10% от них взяли. 100 человек будут участниками АБ-теста. И мы их поделим по валам на группу А и группу Б. Будем им показывать разные варианты сайта и, соответственно, считать конверсию по обоим группам. Тем самым мы сможем принять решение, а вообще выгодно ли получилось изменение или нет. Зачем это нужно? Зачем проверять? Почему не просто забабахать изменения, а потом смотреть? Потому что изменения не все влияют положительно. Вы можете быть сто раз уверены, что это круто, это поможет, это прям необходимо и должно быть в моем магазине. Но ваши пользователи могут думать иначе. Именно поэтому мы предлагаем АБ-тест проверять каждую гипотезу и, собственно говоря, выбирать лучшую из них. Вообще сам АБ-тест еще стимулирует к тому, что вы вообще будете менять свой сайт. На самом деле я уверен, что многие очень долго не вносят никаких изменений. Запустились, работают, ну и отлично. А тут у вас есть возможность сделать что-то новое, проверить и убедиться, что это сделало лучше. Если сделало хуже, подумать еще раз и запустить другой АБ-тест. От слов к делу. Давайте посмотрим, как это работает. Для начала, для того чтобы... Давайте определимся вообще, что проверять. Я предлагаю экспериментировать с главной страницей. Мне кажется, что это хороший, собственно говоря, вариант. Я иду в админку, собственно говоря, в раздел маркетинга АБ-тестирования. И вот у меня здесь есть, собственно говоря, набор АБ-тестов. Это АБ-тесты стандартные, которые включены уже в платформу. Вы можете создавать свои тесты, но я буду использовать тест, который, в общем-то, уже есть. Вот он главной страницей называется. Я сейчас зайду в изменения. И мы с вами посмотрим, что тут происходит. Как это вообще выглядит? У меня задачка – показать разные виды главной страницы аудитории. Поскольку у меня сайт непосещаемый совершенно, я выбрал, естественно, 100% трафика. То есть все 100% посетителей будут участвовать в тесте. Мы их поделим на две группы. Группа А и группа Б. Текущая главная страница, понятно, это индекс PHP. А новую страничку я назвал индекс, подчеркивание, Б, PHP. Это та страничка, которая альтернативная. Да, ну, на самом деле, такой странички у меня сейчас нету, и мы ее с вами создадим. Как раз для того, чтобы понять, насколько вообще это все просто или сложно. Для того, чтобы создать новую страничку, мне надо сбегать в файлы и папки. Да, у меня новая главная страничка будет. Сейчас мы найдем страничку индекс.php основную. Где она у нас? Вот она у нас. Я ее сейчас скопирую. Да, спросите пользователя, прямо сюда же переименовать. Система по умолчанию назвала у меня ее не так, как мне хотелось бы. Поэтому мы сейчас переименуем ее вот так вот. Ой, подчеркивание, Б. И сохраним. Так, это у нас с вами новая страничка. Да, ну, мы ее, конечно, хотим поменять. Что у нас здесь есть? Так, я вот открыл в режиме кода. Наверное, давайте все-таки я открою в режиме HTML, чтобы это было более наглядно. Ну что, что у нас тут есть? У нас тут есть баннер, да, который показывается на главной страничке. Вот он, вот этот вот. У нас есть тренды сезона. На самом деле это компонент, который выводит у нас элементы раздела. Мы можем зайти в настройки, посмотреть, что это компонент, выводят элементы просто каталога. Соответственно, что я предлагаю сделать? Я предлагаю, во-первых, убрать с главной страницы баннер, сказать, что стоп, стоп, стоп. В общем, у нас не будет баннера. Я сейчас уберу даже и заголовок. Вот таким образом. Оставлю только даже элементы раздела. Мы сейчас уберем. А используем, например, какую-нибудь персональную историю. Вот персональную рекомендацию. На главную страницу мы вставляем, да, каталог персональных рекомендаций. Ну, например, самые продаваемые товары магазина из каталога одежда. Посмотрим, что у нас еще. Так, 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 проценты, купить, ла-ла-ла, основные настройки вроде бы окей. И мы с вами, наверное, вообще элементы раздела уберем. Вот такая у нас получилась главная страница вторая, на которой у нас с вами ничего нет, кроме персональной рекомендации. Мы с вами заводим группу А и группу Б, на которой у нас с вами одна, соответственно, обычная страничка, вторая наша измененная. Мы можем их посмотреть. Например, открыть то, что увидит группа А. Видите, здесь есть специальный параметр для строки. Мы видим то, что видит группа А. Можем посмотреть, что будет видеть группа Б. Группа Б ничего у нас с вами не увидит. Похоже, что в настройках персональной рекомендации мне нужно немножко изменить параметры. Мы сейчас вот это пока уберем. И проверим, все ли у нас на месте. Сейчас мы поснимаем разные галочки, которые могут помешать. Вот. И здесь мы получили с вами некую персональную рекомендацию. Это то, что увидит у нас группа Б. Нам остается только сохранить тест. Ну и, собственно говоря, его запустить. Самое главное не забыть нажать кнопку запустить. Всем даже переспросят, уверены ли вы, что вы хотите запустить АБ-тест. Вот мы с вами его запускаем. На самом деле с этого момента пошел отчет и тест работает. Это означает, что давайте посмотрим, как мы видим главную страницу. Я попал уже в группу Б как администратор. Если я, например, открою режим инкогнито, который позволяет использовать сайты без привязки к куки. О, видите, а это посетитель номер 2, который видит первую страничку сайта. Да, я здесь не авторизован, сайт меня не знает, поэтому по умолчанию показал мне обычную страничку. Вот мы с вами видим два варианта странички. Ровно половина нашего трафика будет видеть такой, другая половина будет такой, потому что я выбрал 100% трафика на тест. Здесь есть один нюанс. Он, пожалуй, важный. То есть, грубо говоря, один и тот же посетитель не будет видеть разные варианты страницы. Сколько браузер он не заходил. Система запоминает человека, который зашел на ваш сайт, ну, если он, конечно, не воспользуется режимом инкогнито, как я в данном случае, да, когда браузер не сохраняет никакие данные о посещении. Вот, а так, в общем, мы запоминаем браузер пользователя и показываем ему всегда один и тот же вариант. То есть у посетителя, который работает с вашим сайтом, просто произойдет изменение вашего сайта, и он, в общем, даже не узнает, что там какой-то тест проводится или еще что-то, или у вас разные варианты главной страницы. Конечно, он всего этого не увидит. Вот с вами мы запустили быстренько простой тест, который покажет нам результаты по конверсии этого теста. Мы с вами можем остановить этот тест, но, к сожалению, отчет, наверное, будет очень непоказательный. Да, совершенно верно. Система даже ругается на то, что не достигнута достаточная статистическая мощность. То есть, грубо говоря, система сама автоматически рассчитывает, какое количество хитов или заказов должно быть сделано для того, чтобы вообще показать статистически корректные значения, да, то есть с точки зрения статистики. Но мы с вами посмотрим на этот тест немножко с точки зрения любопытства вообще. У нас есть группа А и группа Б, а это по 50% посетителей. Что мы с вами увидим? Мы с вами увидим конверсии, да, и в одной, и в другой группе. Мы увидим основные показатели воронки, да, то есть, грубо говоря, конверсия в оплаченные заказы. И увидим вообще, как происходит, да, то есть сколько добавлено в корзину, сколько оформлено заказов, сколько оплачено заказов, да, под для каждой из групп. Почему здесь такие детальные показатели? Потому что, на самом деле, АБ-тест может не только насчет главной, тестировать не только главную страницу, да, но еще целый ряд, например, возможностей. Например, корзину или страницу оформления заказа, да, то есть вы можете менять шаблоны для разных компонентов, показывая их разным пользователям, проверяя те или иные моменты, повышая конверсию на тех или иных страницах вашего сайта. На мой взгляд, это очень полезный инструмент для того, чтобы не останавливать работу по улучшению вашего сайта и постоянно с ней, собственно говоря, работать. Так. Так, 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 хорошо, поедем дальше. По тестированию, смотрю, вопросов особенных нет, разве что вопрос цели, да, Константин задает. Ну, цель, на самом деле, очень простая. Понять ваше изменение, которое вы сделали, оно приносит вам пользу или наносит вред. И проверить это не на всей аудитории своего сайта, а на небольшой его части, которая даст достаточную статистическую корректность. Ну что ж, поехали дальше. Тема с АБ-тестом, наверное, у нас завершена. И мы с вами пойдем по email-маркетингу. Это следующий инструмент, который позволяет, в общем-то, поднять продажи. И кажется, что вполне обоснованно. У вас есть, наверное, два основных ключевых инструмента получения в базу подписчиков себе email-адресов. Ну, один инструмент, который кажется самым таким простым, это, собственно говоря, оформление заказа. То есть, да, каждый оформленный заказ в любом случае превращается в подписчика на вашем сайте. Соответственно, вы знаете его email, имя, фамилию. Это достаточно, чтобы делать по нему рассылку какую-то. Второй способ – это вот способ какого-либо сбора email просто на сайте. Да, у нас сейчас ничего, никакой выдумки нету. Да, мы просто просим email. На самом деле вы можете использовать любой инструмент привлечения email. Вы можете предлагать скидку за email, вы можете высылать какой-то пробник. Мне, например, очень нравится, как к этому подходит издательство MAN, Иванов и Фербер. Есть такое издательство «Бизнес-литература». Давайте мы с вами посмотрим. Это буквально 30 секунд займет. Как они собирают email с человека. Здесь для начала, кажется, ничего такого. На самом деле они предлагают аудиокнигу в подарок. То есть достаточно просто указать email, и вы получите, собственно говоря, аудиокнигу в подарок. Но это еще не все. Допустим, меня заинтересовала какая-нибудь книга, и я захожу ее, собственно говоря, читать. Мне тут же предлагают одну из глав этой книги отправить мне на электронную почту совершенно бесплатно. Конкретно превратите ответственность в реальный процесс. То есть если я действительно заинтересован в этой книге, то очень велика вероятность, что я сейчас укажу свою электронную почту для того, чтобы прочитать одну из глав этой книги совершенно бесплатно. Ну и вообще принять решение, купить эту книгу или нет. Мне кажется, это прям прекрасный кейс, который может быть любопытен. Всегда нужно найти некую пользу, которая будет для покупателя ценна. И, собственно говоря, тогда отдать ему этот email. Подумайте, что вы можете предложить такое бесплатное своему покупателю или ценное, за что он будет готов оставить вам свой email-адрес. Ну, допустим, мы набрали какое-то количество с вами email-адресов. У нас есть с вами заказы, у нас есть с вами какие-то подписчики. И наша задача теперь как-то попытаться их вернуть на сайт. Мы можем делать обычные рассылки. У нас есть просто рассылка, она называется, это блок email-маркетинг, модуль. И он, собственно говоря, занимается тем, что формирует какой-то выпуск рассылки, который может быть отправлен вашим покупателям. У меня есть вариации на тему создания рассылки. Да, я могу создать, например, рассылку новостей или новинок. Да, и, соответственно, определить, какая группа подписчиков будет получать эту рассылку. У меня сейчас ни одной группы нет, но я могу ее создать с помощью специального мастера. Это может быть, допустим, группа покупателей. И выберу фильтр магазин покупателя. Я могу здесь сузить, да, то есть выбрать, например, количество заказов, то есть не менее одного заказа или, можно, например, не менее двух. Это уже точно лояльный покупатель, который не меньше двух заказов в магазине сделал, будет получать эту рассылку. Можно отфильтровать покупателей по дате, ну и, собственно говоря, сохранить эту группу. Вот у меня есть группа покупателей, я ее добавлю в выбранные. У меня есть группа исключений, то есть я могу исключать те или иные группы. В случае, например, у вас может быть группа отписавшихся, да, то есть тех, кто отписался от вашей рассылки, или группы, которых вы точно не хотите, чтобы именно этот выпуск к ним был доставлен. Вы можете здесь это определить как группы исключения. Дальше наша задача, в общем-то, выбрать некий шаблон, по которому мы будем с вами отправлять письмо. У нас есть целая большая серия заготовок шаблонов. Давайте вернусь на этот шаг, чтобы про него подробнее. Целый ряд различных шаблонов, они в разных видах верстки выглядят. Вы можете посмотреть, как будет выглядеть, собственно говоря, именно этот шаблон. У всех у них есть предпросмотр. Вы будете выглядеть вот такая верстка или такая, и, соответственно, выбрать один из шаблонов. Ну, давайте возьмем, допустим, вот этот шаблон динамика. И здесь в динамике основная суть в том, что этот шаблон генерирует купон на скидку, то есть, я говорю, скидку на товар. Вы можете здесь отредактировать, собственно говоря, что же за купон будет генерироваться. На данном случае купон на один заказ по определенной скидке. В данном случае у нас 10% скидки, в процентах будет, соответственно, применяться. Вы можете выбрать и какой-то другой шаблон. Вот тут у нас динамика, что делает. Это тоже генерит купон на скидку. Также вы можете выбирать различные другие блоки. Вот это у нас, например, что такое? Список новостей для почты. Это будет специальный блок, который вытянет сюда новости и так далее. Здесь есть целый ряд различных, в том числе, динамических данных, которые могут быть подтянуты и автоматически вставлены в электронное письмо. Можете посмотреть, как будет выглядеть, собственно говоря, у ваших клиентов, в том числе на смартфоне, что немаловажно. В данном случае, видите, у нас вставились уже новости, и мы можем посмотреть, как это будет выглядеть на смартфоне, на планшете или на, собственно говоря, большом компьютере, чтобы убедиться, что все окей, что рассылка выглядит прекрасно и можно ее смело отправлять. Ну, собственно, нам нужно придумать тему письма. Вы можете вставлять сюда различные переменные. Вы можете выбрать отправителя. Ну, давайте, пусть будет такой. Различные параметры другие. И, в общем-то, мы готовы отправлять. Дальше у нас может быть выбор, как, собственно говоря, отправлять рассылку. Да, мы можем отправлять по расписанию. Например, каждый понедельник в 11.30 утра, например. Это будет означать, что эта рассылка каждый понедельник будет отправляться в 11.30 утра по соответствующему расписанию. Можно дни месяца определять и так далее. Вот этот шаблон система будет отправлять. Сейчас на данный момент у меня... Обращайте внимание вот на этот блок состояния. Он показывает, что, собственно говоря, происходит. С любой рассылкой можно притормозить, поставить ее на паузу для того, чтобы она не отправлялась в случае, если вам нужно внести в нее какие-то изменения. Более того, вы можете ставить на паузу в любой момент, даже в процессе отправки, чтобы не все получили там ошибочную какую-то рассылку или там устаревшую. Вот. Это будет наша рассылка. Естественно, по каждой рассылке у нас есть статистика, но, к сожалению, не смогу ее показать, потому что данных у меня нет. Ну, конечно, вы увидите по каждой рассылке, по каждому выпуску, собственно говоря, сколько писем было доставлено, сколько там открыто, переходы по ссылкам, ну и так далее, сколько отписалось. То есть вся эта информация, весь трекинг, конечно, рассылки будет. Но мы с вами перейдем сейчас от обычной рассылки к триггерной рассылке. Здесь все чуточку сложнее с точки зрения, наверное, логики. Сейчас посмотрю вопросы. Вопросы, вопросы. Так, 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 так. Константин, спасибо вам за большое количество вопросов. По поводу цели отвечу вам. Константин спрашивает, можно ли назначать свою цель для АБ-теста. Конечно, можно и для АБ-теста, и для всего магазина с точки зрения конверсии и так далее. Можно. Единственный момент – это не делается настройками. То есть для этого нужно создание событий, для этого нужно смотреть документацию. Но по-хорошему это задача внедренца, то есть партнера, разработчика, который может, грубо говоря, вмешаться в работу платформы и, соответственно, выставить те или иные цели для вас. Так, 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 так. И вот следующий вопрос. Насколько оправданно использовать блок e-mail маркетинга, если база покупателей не менее 40 тысяч человек? Не получится ли, что рассылки, во-первых, подвесить сайты, во-вторых, свой домен загоним в блок-листы многих почистовиков? Вы знаете, как вам ответить? На самом деле 40 тысяч – это не так уж… Ну, нет, это много, это приличная база, но 40 тысяч писем отправить – это, в общем-то, не очень большая проблема. Есть несколько нюансов. Касательно первого опасения – тормозить сайт. Да, действительно, отправка писем будет нагружать сервер. Ну, обычно те, кто отправляет большое количество рассылки, делают это, а, в ненагруженное время, б, используют для этого соответствующие ресурсы, да, то есть если вы хотите отправлять много писем, у вас такая бизнес-задача, и делать это именно с своего сайта, ну что ж, надо, значит, делать соответствующие мощности, да, то есть там на время рассылки, там, либо увеличивать количество серверов, либо там просто покупать и держать под это дело действительно мощные серверы. Второе касательно попадания в блоклисты, ну, здесь вопрос, на самом деле, никак не связанный с нашим модулем рассылки, да, то есть в блоклист с домена вы можете попасть, используя любой другой сервис, если, ну, если что-то сделали не так, да, если слишком большая нагрузка на сервер будет на отправку, либо будет делать, там, не знаю, неправильные настройки и так далее, то есть вариантов попасть в блоклист довольно много, ну, с этим можно работать, улучшать и жить, и договариваться с серверами, на самом деле. Так, пупум. Ну вот, Константин мне возражает на тему того, что сторонние сервисы рассылаются своих почтовиков. Да, это верно. Вы можете и наш, собственно говоря, сервер, нашу службу рассылки подключить к другому почтовику, если договоритесь с другим почтовым сервисом об этом. То есть мы на самом деле инструмент создания и отправки рассылки, но не непосредственно, собственно, техники отправки рассылки, да, отправляться может через что угодно. В данном случае вот у меня сейчас мы будем с вами испытывать триггерную рассылку, она отправляется через Яндекс. Ну, почему бы нет? Есть соответствующие настройки, позволяющие сделать так, чтобы Яндекс не забанил, ну и так далее. То есть тут есть нюансы. И, безусловно, касательно больших баз, ну, это правда, надо к этому подходить с осторожностью и с умом. Ну что ж, давайте мы с вами будем создавать рассылку триггерную. Значит, пометим, давайте поговорим о том, что такое триггер. Триггер – это некое событие, которое должно произойти на сайте для того, чтобы запустилась рассылка. Что может быть событием? Событием может быть много что. В частности, например, отсутствие событий – это тоже событие. Вот у нас есть несколько готовых триггерных рассылок. Мы сейчас возьмем рассылку хулиганства и создадим новую рассылку. Я ее называл «Хулиганство 2». Отправителем будет… Я сейчас использую тот адрес, который специально завел для того, чтобы у нас сегодня все получилось. Это у нас такой адрес. И, собственно говоря, вот у нас с вами выбор триггера, выбор условия запуска рассылки. Какие у нас есть условия? Давно не заходил на сайт. То есть, если конкретный покупатель слишком давно не был на сайте, мы определяем, как это давно. Или давно не покупал. Или оставил забытую корзину. То есть, положил в корзину и забыл. Вдруг зашел на сайт. Это тоже событие. Покупатель, который давно у вас не был, вдруг зашел на сайт. Это событие, которое, собственно говоря… Сейчас отключу, чтобы у меня уведомления тут не скакали. Который вдруг зашел. И мы можем тут же отправить ему какое-то письмо. Не знаю. Для того, чтобы приветствовать или предложить какое-то спецпредложение. Напомнить о том, что у него там завалялись бонусные денюжки или он не использовал какой-то купон и так далее. Что еще есть? Изменение статуса заказа. То есть, мы можем выбрать, на какое изменение статуса заказа можно стартануть триггерную рассылку. И это довольно часто используется, например, для дожимания заказа. То есть, грубо говоря, у нас есть изменение статуса на «Принято, ожидается оплата». И мы можем при изменении статуса заказа на «Принято», то есть, по факту при оформлении заказа, запустить цепочку писем, которая будет дожимать пользователя, покупателя до покупки. То есть, ему идет первое письмо. Через неделю, если он не оплатил, а мы достижение цели можем выставить оплату заказа, не оплатил, то ему придет второе письмо, потом третье, четвертое, ну и так далее. В зависимости от того, сколько писем вы сделали в цепочке этой триггерной рассылки. И также есть, собственно, оплата отмена заказа, создание нового заказа и так далее. Но мы с вами сегодня будем отрабатывать, ну в смысле, как отрабатывать, смотреть на примере простой «Давно не заходил на сайт» или «Давайте, даже давно не покупал». Мы можем определять, собственно говоря, когда нужно запустить, то есть, не покупал более скольки дней наш покупатель не покупал, и, соответственно, это отреагировать. Можно включить, обрабатывать старые данные, тогда всем, кто не покупал более 90 дней, уже из имеющихся покупателей уйдет эта рассылка. Но уйдет она, естественно, один раз. И потом для всех новых. Если сейчас, то начнется с того, кто вот сейчас первый достигнет 90 дней, не покупал, и сработает. Мы можем, скажем так, мягкую цель поставить, заход на сайт, да, и уже достижение цели. То есть, мы говорим, дружище, ты давно не покупал, зайди к нам, посмотри. И то, что он зашел к нам на сайт, уже будет считаться достигнутой целью. То есть, мы, в общем, успешно получили посетителей обратно. А уж продали, не продали, уже вопрос. Ну и, собственно говоря, сами письма. То есть, вот у нас с вами есть цепочка писем, которые будут уходить. Давно не покупал 90 дней. Через 0 минут после этого события отправится первое письмо. Первое письмо, вот у нас заголовок «Помогите». Вот, собственно говоря, само письмо. Ой, ух ты, случайно нажал назад. Само письмо. Можем его представить в виде визуального редактора, посмотреть, как оно выглядит. Сформировать здесь какое-то, соответственно, письмо и текст. Но в данном случае у нас хулиганство. Это, видите, я почтовый робот. Вот, администрация сайта держит заложник мою семью и заставляет писать вам. Если вы не вернетесь в магазин, они начнут раскручивать их по винтику. Пожалуйста, не допустите этого. Первое письмо. Если в течение одного дня после предыдущего письма наш покупатель не вернется на сайт, мы ему отправим следующее письмо. Вот оно здесь тоже есть. Вы все еще можете спасти мою семью. Современные инженеры творят чудеса и так далее. Вот я смотрю, у меня тут картинка битая. Ну-ка, ну-ка, сейчас посмотрим. Какая-то ошибка у нас в картинке. Да, я вижу, здесь не хватает. А давайте мы для надежности даже вот так сделаем. Возьмем картинку с нашего основного сайта. Ой, вот так. Сейчас я вот это все сохраню. А, ошибся. Одну косую черту забыл. Так, вот эта картинка. Так, так, так. Он еще раз просит вернуться. Если еще день покупатель не отреагировал, придет и следующее письмо. Уже с купоном на скидку. Да, он там рисковал, но выбил для купон, сгенерировал. Пожалуйста, возвращайтесь. И третье письмо уже завершающее. Что же вы наделали? Ага, и здесь еще одна неработающая картинка. Да что ж такое? Давайте мы заберем картинку. Вот так вот. Починим, так сказать. Ага, черт. Опять косую черту. Не туда. Так. Вот, разобрали семью. Можем добавлять письма. Ну и, соответственно, цель достигнута. Вот у нас есть четыре письма, которые, собственно говоря, будут уходить. Сейчас мы сохраним. Пам-пам. Ну и, собственно говоря, что мы можем сделать? Можем только запустить рассылку. С этого момента, грубо говоря, рассылка запущена. Это означает, что первый, кто 90 дней не заходил на сайт, получит серию писем. Ну давайте проверим. Естественно, можно сделать тестовую рассылку для того, чтобы убедиться, что все приходит как нужно. И мы с вами видим, все в порядке. Я сейчас запущу эту тестовую рассылочку на свой, собственно говоря, адрес. Ну вот, рассылка успешно выполнена. Прекрасно. И мы, конечно, сможем посмотреть статистику. Здесь вот мы с вами увидим, как, собственно говоря, выглядит, может выглядеть статистика, поскольку у меня тут все пусто. Кстати говоря, мы сейчас с вами посмотрим. Вот они, пришли уже мне письма в этот адрес. В другом порядке, но они отправляются одновременно. Соответственно, вот те самые письма, четыре штучки для проверки нам пришли. Вот сгенерированный купон, который можно использовать. Ну и, собственно говоря, что же вы наделали? Разобранные по винтикам семья почтового робота. Так, давайте посмотрим, изменилось ли что-то у нас здесь. Ничего пока не поменялось, статистика еще не пришла. Ну, да, собственно говоря, здесь мы с вами увидим, как она... А, но она не поменялась, потому что не запустилась рассылка, тестовая была. Мы увидим, сколько раз она запустилась, сколько выполнили целевое действие, сколько отписалось, сколько всего писем было или переходов. И, естественно, увидите, собственно говоря, после какого письма была достигнута цель. Это тоже важный показатель. Вы сможете понять, сколько писем нужно для того, чтобы цель была реально достигнута. Возможно, это количество этих целей нужно... Количество этих писем нужно так или иначе менять. Вот. Ну, что же. Давайте мы с вами вроде бы по email-маркетингу тоже пробежались. Нам с вами нужно, наверное, пойти дальше. Сейчас посмотрю на вопросы. За рассылки нужно ли платить? Нет, не нужно платить. Они доступны всем нашим клиентам. Так. Фиксируются ли заходы с определенного браузера? Да, 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 все верно. Максим спрашивает, фиксируются ли заходы с определенного браузера того же, с которым воспользовался посетитель в прошлый раз. То есть при заходе из другого браузера это будет новый покупатель, для него будет другая история, в том числе для триггерных рассылок. Мы покупателей идентифицируем двумя способами. Способ номер один – это по куки, то есть то, что сохраняется в браузере на момент предыдущего посещения. И авторизации. То есть, грубо говоря, если пользователь на сайте сделал заказ, у него в браузере появится соответствующая кука, так называемый хвостик от вашего сайта. И мы по этому хвостику в следующий раз его определим, даже если он не авторизуется. Если он зашел из другого браузера, конечно, хвостика этого нет, но если он там авторизуется, мы опять же узнаем, что это он, и оставим ему очередной хвостик уже в новом браузере. И будем в следующий раз, так сказать, его идентифицировать. То есть, естественно, хвостики можно почистить в любом браузере с настройкой или инструмент очистки, куки и так далее, но это все будем считать погрешности. В рамках каждого ли клиента можно рассматривать статистику? Да, в рамках каждого клиента можно рассматривать статистику, можно видеть адреса, то есть, кому были отправлены какие письма, и, собственно говоря, за этим следить. Так, можно по каждому письму, сейчас, секундочку, вот, по-моему, можно это показать на вот здесь, на списке адресов. У меня нет ни одного адреса, но если я добавлю, например, адрес какой-нибудь, например, свой. Вот так вот. Правильно набрал, правильно набрал. У нас будет какой-то адрес появится в системе, вы импортируете сюда своих покупателей, подписчиков и так далее. Вы будете знать про него, на какие списки он у вас принадлежит, на какие рассылки он у вас подписан, например, от каких он отписан. Вы будете четко понимать, грубо говоря, про каждого конкретно вашего e-mail, адресата, все, что про него происходит. Ну и, конечно, смотреть, грубо говоря, по каждой рассылке, по каждому отправленному письму и в целом аналитику, вот, например, по хулиганству, по статистике или по списку адресов, на которые было отправлено, все это вы увидите в аналитике. Более того, сейчас это там не финальный вариант, мы еще много работаем над статистикой по этому модулю и даже в самое ближайшее время ждут там довольно хорошие, приятные изменения в отношении именно вот этого блока e-mail маркетинга. Мы не останавливаем развитие, будет еще лучше и удобнее. Так, ну что ж, про маркетинг мы поговорили, давайте пойдем дальше, про персонализацию и так далее мы поговорили. Давайте пойдем уже в сам магазин и, собственно говоря, у нас осталась одна, наверное, последняя такая тема – это работа с заказом и как она может нам помочь в работе и в увеличении продаж. Ну, безусловно, каждый покупатель, который совершил у нас заказ, требует к себе внимания, да, и это внимание нам нужно показывать. То есть нужно быть, ну, я считаю, что любая компания должна быть клиентоориентирована. Кстати, не путайте, клиентоориентированность – это не стелиться перед клиентом во всех, да, а суметь извлечь выгоду из своего отношения к клиенту. Ну, давайте посмотрим, что-нибудь оформим. Так, у меня в корзине два товара, я сейчас от администратора уже оформлю этот заказ. Посмотрим заодно систему оформления заказа. Так, у меня тут есть, вот здесь можно применить купон. Так, 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 все у меня есть, доставка есть. О, телефон. Так, 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 регион доставки. Так, стоп, а где у меня не хватает данных? Так, а вот, господи, в покупателе же. Не туда смотрю. Так, заполнил. Оформляем. У нас, кстати, здорово обновилась форма оформления заказа. Она стала еще более гибкой. Ну что ж, заказ оформлен. Здесь я могу его оплатить. Наверное, не буду я сейчас оплачивать. Да, правильно, Яндекс на меня ругнется, скажет, кто ты такой, я тебя не знаю. Напомню, что у нас у покупателя есть персональный раздел, где он все свои заказы видит, да, их статус, и может посмотреть историю, что с этим сделать. Но наша задача посмотреть на это все дело со стороны администратора. Итак, мы с вами идем в заказы. Да, покинуть, конечно. Это мы уже все сделали. И мы видим с вами список заказов. Кстати говоря, когда вы используете виджет персонализации и вообще используете персонализацию, у вас будет формироваться здесь сумма продаж по персональным рекомендациям. Это, пожалуй, хорошая история. То есть если вы включите этот модуль, вы будете наглядно видеть, сколько денег приносит вам вот этот ничего не стоящий блочок с персональной рекомендацией. Ладно, пойдем в заказ. И, собственно говоря, форма заказа у нас сделана максимально, скажем так, эргономично для того, чтобы быстро проработать с клиентом. Мы можем быстро получить информацию, собственно говоря, о том, что у нас и кто у нас купил к покупателю в один клик. Мы переходим, поскольку формочка сама длинная, нам нужно быстренько переходить к всем или иным кусочкам, чтобы позвонить покупателю. Вот у нас есть быстро доступен телефон. Основные статусы. И мы можем статус поменять. Например, сейчас отправим, что он оплачен и формируется к отправке. Можем определять, какая, собственно говоря, доставка или служба доставки. Если у нас есть несколько разных вариантов отгрузки, то мы можем добавить сюда какую-то дополнительную отгрузку и выбрать, например, какой-нибудь отдельный товар для того, чтобы отправить какой-то отдельный товар отдельной службой от доставки. Такое бывает, когда человек заказывает у вас рояль и нотный стан или пепитр. Пепитр можно отправить курьером, а от рояль курьером не отправишь. И это, в общем, определенная проблема. Нужно использовать другую службу доставки, особенно если клиент в Владивостоке. Отправлять нужно из Москвы. Мы точно знаем информацию об оплатах и можем формулировать или изменять статусы оплаты. Тут у нас, например, можем вручную проставить, что пришли денежки, и нам нужно изменить в том числе и статус заказа, и статус оплатежной системы. Можем добавить платежную систему для того, чтобы, например, какую-то часть денег взять с человека предоплатой. Такое, опять же, случается при, например, продаже роялей. Надо сначала оплатить 50%, а потом прийти к... Уже там еще 50% доплатить, например, при доставке. Ну, разные бывают схемы. Вы можете разные оплаты и разные службы оплаты использовать для оплаты одного заказа. Собственно говоря, сам заказ и его состав. В процессе подтверждения заказа мы сможем его, например, поменять, если нам необходимо внести изменения в, например, скидки или сами товары. Я могу включить режим изменения заказа, и в этом случае мне становится доступна, например, возможность добавить какой-то товар. Потому что в процессе разговора с клиентом я определился, что ему нужны еще и панталеты сейчас. Ну, давайте 39-го размера пусть будут. Мы их добавим в заказ и допродали ему еще на 899 рублей. Естественно, это все требуется там пересчета, сохранения и так далее. Мы сразу увидим там те или иные изменения. Мы можем тут же, например, если покупатель вдруг по тем или иным причинам забыл указать код или указал какой-то промокод неправильный, позвонил и сказал, ой, я забыл, то, соответственно, человек может также здесь указать те или иные данные для того, чтобы оказаться полезным и, собственно говоря, что-то как-то помочь. Так, сейчас мы заказик-то сохраним. Ой, зря нажал сохранить. Выйду из заказа в этом случае. Еще у нас есть с вами анализ заказа, да, где мы, собственно говоря, можем быструю сводку получить. Да, о том, например, что отгружено, что не отгружено, что у нас происходит с документами по отгрузке, по оплате и так далее. В частности, у нас есть документ оплаты, и вот он здесь есть. То есть мы можем там детали транзакции посмотреть на сендекс деньги, была оплачена сумма, каким-то документом, ну и так далее, каким покупателям и тому подобное. По каждому заказу у нас есть естественная история изменений, то есть на каждое событие, которое происходит в заказе, здесь создается запись, для того чтобы впоследствии можно было понять, кто что наменял и почему. Да, и, в общем, форма заказа у нас всячески способствует тому, чтобы вам, вашему менеджеру было легко, просто и быстро вообще удовлетворить любую просьбу, пожелание или реализовать свой потенциал в допродаже чего-то конкретному покупателю. Они, я уверен, прекрасно знают ваш ассортимент и знают, что, например, там к штанам жизнь в абстракции хорошо пойдет какой-нибудь, в данном случае, пантелеты. Мне кажется, они прекрасно будут гармонировать с этими штанами. Ну, вот как-то так. Так, давайте, наверное, мы с вами перейдем к вопросам, потому что время уже подходит к завершению. Так, так, так. Вопрос, могут ли из 1С автоматически приходить данные об оплате? Ну, безусловно, конечно, могут, есть соответствующий модуль интеграции с 1С, который, в том числе, до режима реального времени, есть такой real-time режим обмена, который позволяет получать информацию об оплате заказов прям мгновенно, в том числе и о поступлении заказов, и там о списании остатков и так далее, все это, конечно же, возможно. По поводу того, как это все настраивается и как работает, мы проводим отдельные вебинары по интеграции с 1С. Там мои коллеги, которые являются специалистами в этой области, в общем, довольно детально рассказывают, как настраивается интеграция и как с ней работать. Так, сейчас я вижу большой вопрос. А вот еще Дмитрий спрашивает, есть ограничения по размеру максимальной суммы оплаты? Я так знаю, что 15 тысяч максимальная сумма. Это любые ограничения по максимальной сумме могут быть наложены только самой платежной системой. Наша платформа и сам интернет-магазин ни в коем случае никакое ограничение не накладывает. Хоть за сотни миллионов продавайте, никаких проблем нет. Платежная система может ограничивать сумму оплаты, но это, пожалуй, может быть, ну, наверное, какие-нибудь Яндекс.Деньги для неавторизованного пользователя могут быть. Если он хочет именно Яндекс.Деньгами заплатить, он не является доверенным пользователем Яндекс.Денег, там может быть ограничение по оплате. Например, оплата картой через тот же Яндекс.Кассу никакого ограничения по сумме не будет. Но там вам надо иметь в виду, что есть ограничение, например, на товары, которые вы продаете. Не все товары можно продать. Так, ну что же, сейчас пока новых вопросов не вижу. Давайте потихоньку пойдем дальше. Собственно говоря, мы с вами проговорили про триггеры, рассылки и так далее. У меня был еще один момент, который я хотел вам показать. Это подарки. Это тоже один из инструментов, который, в общем-то, дает возможность увеличить продажу. Собственно говоря, у нас продукт, как вы видите, сейчас настроен в демо-режиме, что он предлагает подарочки практически ко всем товарам. И вот, собственно говоря, вы можете выбрать один из подарков, и он грохнется в корзину, в данном случае совершенно бесплатно, если вы приобретете там этот товар. Сейчас мы попробуем его купить. Видите, он стал сразу бесплатным, потому что в корзине у меня лежат соответствующие товары. У меня в корзине сразу стал бесплатным. Не забывайте, что очень простые подарочки, в общем-то, вызывают всегда, ну, не доверие даже, а просто желание получить, желание халявы, оно всегда такое, да, у покупателя, если захочешь, и вроде здесь чуточку дороже в интернет-магазине, чем в соседнем, но зато в подарок дают какую-то финтифлюшку. Она, может, и не очень нужна, но все равно приятно. Поэтому не скупитесь на какие-нибудь мелкие подарки. Это может быть из вашего ассортимента, а может быть специально купленная какая-нибудь сувенирная продукция. Поэтому тут, в общем, фантазия может быть совершенно любая. Главное, чтобы вашему покупателю было приятно. Ну и, наверное, близись к завершению своей части, я хочу напомнить, что у нас еще есть такая штука, как Marketplace, в которой довольно большое количество разнообразных модулей. Эти модули придумывают наши партнеры, потому что мы, как разработчики платформы, наверное, не можем выдумать все. Да, вернее, может и можем, но наша задача сделать платформу более функциональной, надежной, быстрой и так далее. А вот всякие финтифлюшки могут делать наши партнеры и делают наши партнеры. Например, всякие покупки в один клик. То, что очень модно на сайтах и действительно повышает конверсию. Пожалуйста, 35 модулей в Marketplace, можно любой выбрать, который больше нравится. Там заказ обратного звонка с использованием различных телефоней. Различные отзывы, комментарии, рейтинги там из маркета и так далее. Онлайн-консультанты всевозможные, которых только еще не придумали. Кстати, их там тоже прилично, и многие из них бесплатные. Это все доступно в Marketplace, в том числе в виде бесплатных модулей или в виде платных модулей за небольшие деньги. Завершая свою часть, напомню, что мы сегодня с вами говорили про 1S Bittrex для интернет-магазина. Это две редакции, малый бизнес, она стоит 35 900 и большой, и просто бизнес 72 900. Я демонстрировал на редакции бизнеса. У меня есть возможность взять самую большую редакцию для демонстрации. Но вы всегда можете определиться, нужна ли вам та или иная редакция с помощью таблицы сравнений на нашем сайте. Она так и называется. Здесь есть продукт управления сайтом, прям сравнить редакции. И здесь в этой табличке проставлены галочки для малого бизнеса и бизнеса. Они вот идут последними двумя колоночками. Здесь можно определиться, какие модули и блоки вам необходимы. В частности, вот, например, в малом бизнесе не будет наборов комплектов или нескольких видов цен, много складовость, остатки по разным складам, накопительные скидки, электронный контент, ну и еще ряд каких-то функций, которые конструктор отчетов, например, в том числе по интернет-магазину в малом бизнесе будет отсутствовать. Ну и еще целый ряд модулей, которые, может быть, и не требуются на старте интернет-магазина, и можно вполне начать с малого бизнеса. Смотрите детально на эту табличку. Здесь про каждый модуль можно, собственно говоря, нажать и прочитать, что же это такое, как он работает и зачем он нужен. Так, пока Андрей готовится, наш следующий выступающий, я посмотрю, какие еще вопросы есть. Так, 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 сейчас я включу Андрею микрофон. Андрей, скажи что-нибудь в свой микрофон, я смотрю, он выключен с твоей стороны. Так, пока посмотрим вопросы. Есть ли модуль по продаже в кредит сталкивался с подобными приложениями на сайте интернет-магазинов? Ну, непосредственно в модуле, вернее, в самой платформе у нас такого нету. Этот модуль по продаже в кредит есть в маркетплейсе, даже, по-моему, не один. Вот можем с вами, собственно говоря, посмотреть на это с точки зрения маркетплейс... Ой, нет, извините, загораживает все. У нас есть, например, раздел для интернет-магазина. И здесь у нас есть целая куча всяких модулей. Давайте посмотрим. Можно, например, взять и поискать здесь кредит. Директ-кредит, все в кредит. Вот видите, целых несколько модулей, которые позволяют покупку в кредит оформить. Онлайн-кредитование. Ну да, то есть вы ставите модуль, выбираете оператора, через который хотите, собственно говоря, эту историю запустить на своем сайте. Надо будет, конечно же, заключить договор с соответствующим банком или с несколькими банками, которые будут доступны. Или вот агрегаторы есть, как вот этот представленный. И, соответственно, запустить у себя такую продажу. Ну, в общем, почему бы нет? Так, почему-то у меня подарение отвечает. Ну, давайте еще пару вопросов с удовольствием поговорим. Сейчас не поступают пока вопросы. У Андрея почему-то не работает микрофончик. Ну, давайте мы попробуем сделать вот что. Сейчас пока Андрей будет переподключаться к вебинару. Как раз та самая история, которая... У нас произошел небольшой сбой. Я надеюсь, что сейчас мы потихоньку соберемся обратно. Для того, чтобы убедиться, что у нас теперь все в порядке, я прошу вас еще раз в вопросике написать мне плюсик, что вы с нами, все слышно и все в порядке у нас с трансляцией. Трансляции, да, я вижу, плюсики начали поступать. Спасибо большое. Вот бывают такие небольшие сбои. А у нас еще целая интереснейшая часть, между прочим. Так, сейчас попробую снова Андрея подключить. Вот, Андрей, теперь тебя слышно. Ура, у нас все заработало. Так, сейчас я переключу экранчик, чтобы показывался уже твой. Все, экранчик видно. Я свой микрофон пока на время твоего доклада отключаю, а слушателям скажу, что я здесь присутствую незримо, могу отвечать на вопросы письменно, так что если что-то будет, задавайте, пожалуйста. Андрей, тебе слово. Все, спасибо, Сергей. Добрый день, коллеги. Меня зовут Андрей. Я представляю компанию IT-констракт. В компании я занимаюсь консультациями наших клиентов по запускам интернет-магазинов. У меня имеется такой опыт достаточно большой, вот, и я своим опытом, знаниями помогаю людям правильно с минимальными потерями запускаться. Итак, немножко о нашей компании расскажу. У нас два офиса, один находится в Москве, второй в Новосибирске. В Новосибирске у нас, собственно, все производство находится. Примерно 30 сотрудников состав команды. На рынке мы существуем более 10 лет, реализовано уже более 500 проектов, процентов 80, наверное, это у нас интернет-магазин, то есть в этом мы достаточно прокачаны. Работаем с крупными клиентами, малым и средним бизнесом. Работаем исключительно на продуктах 1С Битрикс, запускаем магазины, внедряем также портал Битрикс24. Сегодня я отдам вам выжимку из своей практики, что помогло мне в своих проектах и может, возможно, помочь вам в увеличении продаж ваших интернет-магазинов. Первое, с чем сталкивается любой потенциальный покупатель, это ваш сайт, ваш магазин. Ваша задача сделать лицо, то есть ваш сайт, приятным и оно должно вызывать доверие. Это вроде как все знают, это очевидно, но далеко не все за этим следят. Но это является одним из главных критериев при принятии решения о покупке. Итак, первый фактор – это именно формирование доверия. Как мы это можем сделать? Если посетитель сайта будет хоть немного сомневаться в вас, то вероятность покупки будет стремиться к нулю. Особенно, если есть на рынке альтернативные продавцы. Поэтому обратите внимание на следующие факторы. Первое – это аккуратность сайта. Ваша верстка с сайта не должна ехать, будет никаких браузеров. Должны правильно работать все формы, отрабатывать удобство, что немаловажно. На неудобном сайте люди вряд ли будут заказывать. Весь сайт должен быть в исправном состоянии. Я вообще рекомендую, так как любой развивающийся интернет-магазин периодически вносит какие-то правки, раз в месяц самостоятельно проходить весь цикл заказов. Таким образом, вы исключите какие-то ошибки и, возможно, найдете узкие места, которые могут быть неудобны для пользователя. Но, насколько я знаю, практически никто свои сайты подобным образом периодически не тестирует. Раз сделали и забыли – это неправильно. Для примера, что такое аккуратный сайт, я хочу показать два сайта. Оба они торгуют обувью. Вот, по моему мнению, сайт, который является аккуратным, который вызывает доверие. И второй сайт, который менее аккуратен. Видно, что он сделан очень давно. Выглядит вот так. Ну, здесь, наверное, не очевидно. Более очевидно будет смотреть вот на данный сайт. Разница в уровне заметна, мне кажется. Можно вдаваться в детали, каким образом это достигается. Ну, собственно, это немножечко, наверное, другая тема. Вот, пока я их закрою. Далее. Второй инструмент, который может вызвать, увеличить доверие к вашему сайту – это социальные виджеты, так называемые. Вконтакте, Фейсбук они имеют, Инстаграм и прочее. Это отличный способ показать, что данному магазину доверяют. Их особенность в том, что вот в этом блоке с людьми, которые состоят в вашей группе, вам покажут количество подписчиков на сообщество. Но самое главное, если в этой группе состоит какой-то из ваших друзей, первым делом покажут именно друзей. То есть уже по умолчанию будет некая доверие. То есть мой друг здесь и стоит, скорее всего, он покупал что-то. Да, соответственно, у меня на уровне психологии создается доверие к этому магазину. Третий пункт – это реквизиты. Есть очень дотошные клиенты, которые мало кому доверяют. Ну, собственно, я сам такой. Оно и понятно, на рынке существует масса мошеннических схем. Поэтому, если вы выкладываете полностью свои реквизиты, а лучше еще снабдить эту информацию сканами, свидетельствами о регистрации, постановке на учет в налоговом органе, то вопросы все будут сняты. Лучше играть на опережение, чтобы вопросов не возникало. Покажите свою открытость. Отзывы. Всем клиентам интересно знать опыт покупок других людей в вашем магазине. Некоторые владельцы сознательно не имеют раздела для отзывов на своем сайте, что влечет выплеск негатива на сторонних площадках, где с этими отзывами тяжело работать, контролировать и решать эти, собственно, возникшие проблемы. Я рекомендую все-таки завести подобный раздел на своем сайте, чтобы при появлении негатива он появлялся не где-то в сети, а у вас. Так как в первую очередь клиент хочет решения своей проблемы и сознательно придает ей гласность. Вы, в свою очередь, можете публично извиниться, пояснить возникшую ситуацию и решить положительно для вашего покупателя. Люди будут видеть, что вы реальный магазин, вам не плевать на клиентов и увидят какую-то гарантию порядочности. Есть другой нюанс. Когда ты отлично работаешь, у тебя сплошные позитивчики. Такой расклад может вызвать ощущение искусственности отзывов. Вот прям все шикарно тут, никуда не денешься. Для сомневающихся есть отличные решения. Сервисы комментариев, отзывов, где можно увидеть профиль человека из любой социальной сети. При желании люди могут зайти в профиль и убедиться в том, что это не фейк, а реальный человек может даже написать. То есть там у этих сервисов есть разные настройки. Если вы даете доступ, то человек может кликнуть по аккаунту, оставившего отзыв, и написать ему в личку, а ты правда там покупал, неужели там реально так круто. Это реально прикольно. Это дает удобство, во-первых, по публикации отзывов, не нужно никаких регистраций. Как пример такого сервиса, вот я не знаю, можно здесь ссылочки посетить. Кейкл.ми сервис называется. Сейчас попробую в чат вам ссылочку скинуть. В чат я заслал. Кому интересно, может зайти по ссылочке, посмотреть его возможности данного сервиса. Следующий пункт, который может повлиять на доверие к вашему магазину, это наличие социального сертификата. Ну, штука хорошая, но затратная. А с учетом того, что в данный момент использователи ее могут ценить лишь единицы, в основном это айтишники, кто понимает предмет социального сертификата. Ее внедрение на самом деле под вопросом. Во-первых, это денег стоит, во-вторых, слишком очень малая аудитория знает про это и поймет, что это вообще такое. Как правило, внедрение социального сертификата, как правило, обусловлено требованием платежных агрегаторов. Ну, и некоторые селушники рекомендуют покупать сертификат, но на этот счет есть противоположное мнение. Что это вообще такое? СССР – это криптографический протокол, обеспечивающий безопасную передачу данных по сети. При его использовании создается защищенное соединение между клиентом и сервером. То есть у некоторых есть сертификат. Если посмотреть в адресную строку, при работе с сайтом подсвечивается зеленая такая... в зеленом, в общем, подсвечивается ссылка, это говорит о том, что на сайте есть СССР-сертификат. Вот это и есть некий признак доверия именно к этому магазину, потому что просто так этот сертификат не выдается. Бывают несколько видов сертификатов, которые подтверждают только доменное имя. Второй вид сертификата – это подтверждает домен и саму организацию, то есть проходит проверка документов организации. И есть расширенная проверка, то есть там значительно больше информации проверяется. После этих всех проверок вам выдается этот сертификат и вы его уже внедряете на сайте. Сертификат покупается в основном у хостинг-провайдеров. Можно посмотреть. Также я подготовил для вас сравнительную таблицу. Я не буду углубляться в предмет. Вот, кстати, сейчас я вам скину ссылку на сравнительную таблицу. И там в адресной строке вы увидите, как подсвечивается зелененьким данный сайт. Это и есть, собственно, о чем я выше говорил. Чат я вам скинул. Ссылочку. Так. Следующий пункт. На самом деле пунктов много. Я, наверное, наиболее очевидные выделил. На самом деле эти пункты, варианты доверия, они могут плясать под ниши. Лицензии и сертификаты. На рынке существуют магазины, ну, все, наверное, знают, особенно, кто с маркетом работает, что, ну, есть магазины с контрафактной продукцией, которые могут цены очень низкие держать и так далее. Для убеждения покупателя я настоятельно рекомендую вам укладывать сканы всевозможных сертификаторов с печатями, подписями, разрешения, лицензии. Ну, опять же, если ваш продукт требует сертификации. Это выделит ваш магазин на фоне других и развеет все сомнения происхождения и качества вашего ассортимента. Ну, вот представьте, 10 интернет-магазинов. Вы продаете, к примеру, какие-то там, не знаю, ну, пусть это будет медицинское оборудование, которое требует сертификации. 9 магазинов не выложили эту информацию на сайте. Один выложил. Очевидно, что этот один, единственный магазин будет, скажем так, выделяться на фоне остальных. Работайте с этими вещами и, ну, помаленьку по крупицам, и вы реально будете выделяться среди других. При всех прочих травмах. Перейдем к следующему пункту, который, по моему мнению, по моему опыту, сильно влияет на продажи магазина. Я оговорюсь в своем докладе, я не привязываюсь к каким-то конкретным инструментам, да, основанных там, имеющихся убитых, с которых реально очень много. Я вот про какие-то маркетинговые, наверное, вещи рассказываю. Вот. В высококонкурентной среде фактор уникального торгового предложения является одним из самых важных для клиента. Вы приняете решение о покупке. Где купить при всех прочих равных, на ком остановиться. А если вы выделяете уникальное торговое предложение в своем магазине, какие плюсы это дает вам? Во-первых, аудитория сама продвигает ваш интернет-магазин. Ну, потому что очевидно, что вы крутые, там, у вас, ну, ваша ценность высока. Цена уходит на второй план. Клиент покупает именно ценность. Далее я в примере вам на своем опыте расскажу, как это было у нас. Легче отстроиться от конкурентов, давая нестандартные предложения. Это будет и отстройка от конкурента, и возможность дополнительно заработать. К примеру, ну, к примеру, доставка в ночное время, да. Здесь можно и денежки заработать, и удовлетворить потребность клиента, и показать, что вы не такой, как все, у вас есть определенные плюшки, которые могут быть полезны человеку. Для выработки уникального торгового предложения, ну, вот мы работаем с клиентами, да, и всегда у большинства это вызывают большие-большие вопросы, проблемы, теряются время при разработке, когда пытаешься вытащить из клиента его от ТП, а он не знает, да. Я рекомендую, во-первых, выявить, определить свою аудиторию, выявить ее реальные потребности и закрыть эти потребности в аудитории, да, провести сравнительный анализ конкурентов по условиям доставки, вариантам оплаты, набору услуг, гарантии и так далее. То есть это можно даже в виде таблички сделать, и вам будет наглядно понятно, где вы проседаете, да, чего у вас нет, что есть у других, или, наоборот, насколько вы превосходите остальных. Что касается моего опыта, да, вот по ОТП, запускали свой первый интернет-магазин с партнером в разгар кризиса 2008-2009 года, это был 2009 год, да, тогда мы нащупали аудиторию, потребности, которые мы знали, и знали то, что они почти не были закрыты. Это были профессиональные заводчики животных, собак, кошек, которые кормили питомцев выставочных, дорогих, кормами премиум и супер-премиум класса, ну, для вашего понимания, это самые дорогие корма, очень качественные. На рынке было порядка семи интернет-магазинов, рынок это был Новосибирск, Сибирь, вот, то есть региональный магазин, и все эти магазины играли в ценовую войну. У нас были свои мысли на этот счет, своя философия, которая заключалась в том, что если ты даешь то, что хочет клиент, и даже больше, то вопрос цены не будет играть роли вообще. Наша гипотеза была рискованная, но мы не знали, как иначе поступить, да, то есть играть в ценовую войну, это, ну, мы пришли сюда зарабатывать, а не торговаться, да, грубо говоря. Прошло два года, мы оглянулись назад, тех семи магазинов уже не было на рынке, как и не стало их последователей. При этом отмечу, что у нас, ну, цена была средняя и выше среднего по рынку на мешок корма. В чем вообще был секрет, да, о чем я вообще хочу донести? Все очень просто. Как конкуренты думали, что успех продаж низкая цена, мы сделали ставку на, ну, то есть, славуто УТП, да, на гарантии качества для нашей аудитории, сервис и клиент-ориентированность. В то время были большие проблемы с ассортиментом качественных кормов и постоянные перебои. Зная это, мы громко заявили, что купивший у нас корм один раз не будут испытывать с ним проблем по наличию. Мы резервировали корма, мы знали, что там 18-килограммовый мешок корма для той или иной породы будет уходить, к примеру, через месяц. Мы планировали закупки, мы знали, что через месяц нам для постоянных клиентов нужно, там, не знаю, 500 мешков корма, да, вот, и делали резерв под них, а также, ну, сверху для новых клиентов закупали. Вот, это было наше УТП, это сработало тогда. Магазин «Живет и здравствует» до сих пор является одним из крупнейших в Сибири обороты ежемесячно несколько миллионов рублей. При этом надо понимать, что это узкая ниша, это узкая аудитория, это не масс-маркет, так называемый, вот, и, ну, это не Москва. То есть, покупательская способность в Москве и в регионах, она, ну, просто колоссально отличается. Можно даже по запросам, там, в Яндексе, там, в Вордстате посмотреть, да, насколько отличается спрос. Вот, это вот, что касается уникального торгового предложения. Это очень важно, если вы только запускаете магазин, вот, рекомендую начать вот прям с этого. Возможно, вы не сформируете свое УТП и, ну, при высокой конкуренции, ну, выходите в рынок без УТП, без каких-то своих фишек, ну, это смертельно. Используйте современные технологии. Ну, Абитрик задает колоссальные возможности в этом плане для стимулирования продаж, повышения среднего чека. Сергей Кулешов уже затронул некоторые инструменты, возможно, где-то повторюсь. Ну, вот, что я бы выделил. Во-первых, используйте готовые решения. Время – это очень ценно. Пока вы делаете магазин, уходит куча времени, а конкуренты уже начинают продавать. Вот у нас тоже был при запуске такой момент, когда мы потеряли целый год, а потом, конечно, мы очень долго расстраивались моим партнером. Ну, про маркетплейс Сергей уже упоминал, существуют готовые сайты, готовые магазины, то есть это такой же нормальный рабочий инструмент, да. Единственное отличие от индивидуальной разработки, что он уже готов, его можно запустить. То есть, если проводить аналогию, вы покупаете в автосалоне автомобиль, и если нужно, вы его гоните на СТО, в салон какой-то, на тюнинговку. Вот здесь то же самое. Вы покупаете готовый магазин, и если какая-то функциональность нам отсутствует, вы можете спокойно прийти к нам, либо другому партнеру, кто работает на Битриксе, и допилить. Да, там, грубо говоря, спойлер повесить, диски поменять и так далее. Но вы экономите очень много денег, потому что индивидуальная разработка – это реально дорого. Вы, по сути, платите за процесс. Вы же не покупаете, не приезжаете в салон BMW, на завод BMW, да, и со своим проектом сделаете мне автомобиль. Вы идете в салон и покупаете готовое решение. Здесь аналогично. На продажу это не будет влиять, то, что вы купили готовое решение. Будет влиять именно контент, как вы подаете, что вы подаете, ваше УТП. Ну, вот, собственно, о чем я рассказываю, да. Поэтому моя рекомендация – не тратьте деньги и время. Лучше купите готовое решение, напильничком его под себя допилите, где это нужно, да. И остальной бюджет лучше в привлечении качественного трафика тратите. У нашей компании есть специальный проект 8800.pro. Тут вы можете посмотреть готовые решения, которые существуют на рынке. Они там по тематикам разбиты. Есть наши рекомендации, наши компании. То есть у нас достаточно много проектов запущено именно в таком формате. То есть взяли готовое решение и запустили. Вот, есть конкретные рекомендации. Сразу говорю, в Marketplace очень много, я не знаю, Сергей там, может, в вопросах подправит. Там чуть ли не тысяча решений, да, существует. Но не все, скажем так, сделаны добротно. Есть с косяками, есть даже где корзина отваливается, не работает. Поэтому я рекомендую, если у вас есть желание, да, вы можете обратиться к нам, и мы вам конкретные решения порекомендуем и инсталлируем, внедрим для вас. Чтобы вы там, ну, дрофы накололи, ну, аж ошибок не допустили. Е-мейл-маркетинг. С последними обновлениями битриксы дает большие возможности для дополнительных продаж. Сбор обратной связи. Тут тоже, на самом деле, вопрос фантазии, вопрос ниши. То есть это можно использовать всяко-разно. Вот, функциональность очень хорошая. Сергей отчасти это уже показал. Сервис персонализации битриксы бигдат тоже штука хорошая. О ней Сергей уже рассказал, не буду углубляться. Сервис анализирует, повторюсь, да, посетителей, зашедших на сайт, их интересы, покупки, сходства с другими покупателями. При этом, замечу, сохраняет полную анонимность данных. Работает индивидуально для каждого сайта. Это универсальный компонент персонализации. Может быть легко размещен на главной странице, в списке товаров, в карточке товаров, в корзине и на странице оформления заказа. И, по моему мнению, я сейчас перейду к такому самому свежему, с самой свежей информацией, последней там, это фулфилмент. Что это такое? Вообще, используйте новые форматы торговли. В настоящее время Бургман развивается направление фулфилмента, в переводе с английского означает исполнение. Это комплекс операций с момента оформления заказа покупателям и до момента получения им покупки. То есть, по сути, это лутсорс процессов приемки товара, оприходования, складского хранения, сборки, комплектации и так далее. Как это вообще влияет на продажи? Существует очень много и региональных магазинов, но всем интересно Москва, крупные города и так далее. Очень тяжело запуститься одновременно в нескольких городах, тем более, что это небольшой магазин, существующий на свои оборотные средства. Фулфилмент отлично решает эту задачу. Вы открываете, по сути, новые рынки. Сами понимаете, находясь там где-нибудь в Омске, Новосибирске или Екатеринбурге, вряд ли москвичи, питерцы будут покупать у вас. Но никто не готов ждать. Тем более, в Москве и Питере уровень сервиса на достаточно высоком уровне, и люди ожидают уже немножечко другого. Если в регионах готовы, например, ожидать что-то, то здесь уже, извините, нет. Плюс конкуренции, конечно, высокая. Но вы можете выйти на эти рынки с помощью операторов услуги, поднять свои обороты, свои продажи и так далее. Какие плюсы для вас в данном формате? Во-первых, про деньги я уже сказал, про увеличение оборотов. Немножечко углублюсь конкретно в предмет. Во-первых, увеличивать скорость операций. У всех по-разному все происходит. Во-первых, приемка быстрее будет, комплектация, упаковка, передача в доставку. Второе. Снизить издержки. Вы не заморачиваетесь по поводу персонала склада. Вы никого на работу не принимаете. При этом у вас полноценный склад. Не занимаетесь закупкой разного размера и материал упаковки. Не тратите средства на автоматизацию склада, что, замечу, очень дорого. Техническое оснащение. Логистика дешевле за счет большого количества отправок, собственно, этим операторам. Многие службы доставки сами забирают со склада оператора ежедневно посылки. Я знаю, что многие магазины в регионах практикуют такую штуку, когда за три дня насобирали заказы и отправили. То есть три дня клиент просто посылкой не отправляется. Здесь практически день в день. Ну, зависит опять же от условия оператора. Масштабируемость. Платите столько, сколько занимаете. Ну, представьте, снять какое-нибудь, не знаю, складское помещение в Москве, там, под ваш товар, под Москвой. Ну, есть определенные, скажем так, проблемы с площадью, да. То есть сильно маленькую, ты и не снимешь. Нет, наверное, такого. Вот. Здесь вы платите столько, сколько занимаете. Легко можно масштабировать ваш склад от одного реально квадратного метра, если вы, там, какой-то мелкогабаритной торгуете продукцией, до, ну, нескольких сотен квадратных метров. Рост заказов тоже не проблема. То есть операторы имеют достаточный резерв для роста, явно больше того, что могли бы обеспечить вы собственными силами. Вот. При этом это все безболезненно проходит. Приехала, там, не знаю, машина, было у вас 10 квадратов занято. Приехал КАМАЗ, занял счет 30. Не вопрос. Все это, ну, то есть это достаточно легко масштабируется. Тулсуммент-операторы, они имеют большие складские помещения. Я вот делал анализ, сравнительную табличку по этим операторам, буквально в мае посетил несколько, ну, конечно, был поражен масштабами. Далее. Локация склада. Отличное решение, как я уже ранее сказал, для региональных магазинов. В некоторых нишах спрос на продукцию в Москве и Питере может занимать 50% и более. А находясь в регионе, вы будете много терять из-за отсутствия склада в Москве. Я недавно делал анализ по полуфейным операторам. Вы его можете посмотреть по ссылочке. Сейчас я закину вам чат. Она не вся доработана. Я это делал для себя лично, да, вот, запускал свой проект в данном формате. Она не вся заполнена, но здесь можно посмотреть. Сейчас наиболее развитый фулфилмент – это Москва, Питер, Екатеринбург, Новосибирск. То есть, представьте, большая страна, да, если вы находитесь даже в Москве, до Новосибирска, вам, ну, там, неделю надо слать, там, 3-5 дней в любом случае. А вы открываете второй склад в Новосибирске. Таким образом, вы закрываете Восток, Сибирь. Отличное решение, отличный вариант, мне кажется, для увеличения оборотов и вывольности магазина. Вот, посмотрите, здесь около 12-15, по-моему, фулфилмент-операторов, которые я собрал. Ну, знаю, что их значительно больше. Вот, просто очень хорошо от меня скрывались. В поисковой системе было трудно найти там больше, больше компаний. Ну, мне эта информация хватило, чтобы выбрать для себя оператора. На данном момент на рынке около 20 операторов, больше не нашел. Вот. Как выбрать фулфилмент-оператора? Во-первых, уточните, основная ли это деятельность. Я встречал компанию, вот, при анализе, да, для кого это лишь придаток, при этом отсутствует какая-либо автоматизация, что влечет большие риски в процессах. Вот, это очень важно. Желательно прям посетить компанию, да, посмотреть, как все устроено, пусть проведут экскурсию. Вот. Посмотрите, как организованы процессы, подготовьте заранее список вопросов, касающихся процедур на складе нештатной ситуации, и проанализируйте, как они решают эти проблемы. Это важно. По возможности позвоните в интернет-магазины, с которыми уже работает оператор. Соберите отзывы. Изучите личный кабинет, то есть все процессы будут строиться через него. Он должен быть удобным, стабильным, функциональным. К примеру, в процессе запуска в данном формате моего магазина я обнаружил, что фулфилмент-оператор никак не работает со сроками годности. Точнее, работает, но я информацию в личном кабинете по ним не вижу. Не вижу и сроки годности партии при приемке. Это один из примеров, почему важна роль личного кабинета. Вы должны знать себестоимость всех операций. Сложилась достаточно неприятная ситуация в тарифах. Нет единого перечня услуг. Все называют по-разному, зашивают абсолютно разный набор услуг в продукт. До того, что не измучаете менеджера по всей экономике процесса. Это вкратце информация, которая, показалось мне, будет ценной для вас, для тех, кто только запускается, для тех, кто уже имеет рабочие инструменты, магазины. Но вот, я думаю, что-то я вам нововозможно сказал. Чем можем помочь мы? Во-первых, мы можем помочь советам. Собственно, я в компании и занимаюсь тем, что помогаю людям обходить те грабли, на которые наступал сам. Также мы можем запустить вам магазин под ключ. Разработать его, запустить, технически поддерживать, что очень важно. Касаемо нас, то мы 7 дней в неделю занимаемся технической поддержкой магазинов. Это критически важно, потому что нередко, когда что-то на стороне сервера упадет, нужно поднимать магазин, заниматься и так далее. Маркетинг, продвижение, все это у нас в комплекте есть. Внедряем бит и бит-24. Мои контакты. Ссылочка на наши готовы решения. А сейчас я, наверное, готов буду на вопросы ответить. Чтобы, конечно, разобраться где, но какое решение. Ну, сейчас вопросов на самом деле... Я первый раз через вебинар веду общение, поэтому я, наверное, могу. На самом деле тут вот Евгений говорит, что нет доступа к документу, хотя у меня документ открылся. Возможно, нужно авторизоваться просто в Google Gmail или в Google Docs, в любом сервисе, в любом месте Google. Ты рассказывал про SSL, и один из слушателей спрашивает, что сейчас поисковики больше уделяют внимание SSL-сертификатам. То есть сайты с SSL лучше себя чувствуют в поиске. Это правда? Я уже оговорился, то есть мнение SEO-шников, оно разнится. То есть кто-то говорит да, кто-то нет. Ну, скажем так, я не SEO-шник, да. Я считаю, что лишним он не будет. Просто посмотрите по финансам, насколько. Ну, вот самый дешевый, по-моему, он стоит 4,5 тысячи, вот в таких порядках, а самый дорогой, он несколько десятков тысяч, и это при этом в год вы платите. То есть тут вот, насколько вы уверенно себя чувствуете, прибыльный ли он в вашем магазине. Ну, лишним не будет. Ну, я совершенно точно слышал мнение, я сейчас уже не помню, от кого из поисковиков. Кажется, что не буду сейчас называть, не помню. Но однозначно он говорил о том, что один из представителей говорил, что да, SSL добавляет, скажем так, баллов в ранжирование. То есть наличие SSL, по-моему, у Google это точно, у Яндекса под вопросом. Ну, я практически верен, что у Яндекса так же. То есть SSL иметь хорошо, но при прочих равных. То есть, грубо говоря, один SSL не спасет, если с остальным SEO все плохо. Поэтому, безусловно, надо работать над всеми аспектами продвижения, но SSL здесь только в плюс. Так, ну что ж, пока вопросов больше нет, я предлагаю на сегодня заканчивать. Андрей, спасибо за доклад, спасибо всем, кто с нами остался. А вот, кстати, вопрос поступил, нормально ли использовать бесплатные SSL? Ну, не знаю, насколько нормально, но они вообще существуют бесплатные? Да, существуют бесплатные SSL, но они самого начального уровня. То есть SSL же, по-моему, там трех- или четырехуровневую защиту предлагают. Верификация бесплатная, просто там совсем слабая верификация, по-моему, только по домену. Вот, соответственно, чем выше уровень верификации SSL? Ну, возможно, есть бесплатные, но вот я, сколько знаю, у продавцов везде денежку просят. Да, конечно, есть западные сервисы, которые предлагают SSL в том числе бесплатно. Но это еще раз, самый низкий уровень SSL, то есть верификация только по домену, даже не по компании, не по чему, то есть довольно, ну, то есть это такой очень слабенький SSL, он, конечно, шифрует, но это минимальный уровень защиты, скажем так. Ладно, давайте на сегодня с этим заканчивать вебинаром. Мы ждем вас на следующих вебинарах. Андрей, еще раз спасибо. Да, наверное, до новых встреч на наших вебинарах. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok